друзья всем привет вы на канале черни style и в этом видео я расскажу вам как настроить ваш obs для идеальной картинки на стриме на твиче или youtube погнали и так первую очередь ребят нам надо сделать так чтоб obs запускался от администратор чтобы никакие программы не мешали нам вести наш стрим поэтому нажимаем на обе свойства совместимость там галочку запускать эту программу от ими до администратора применить окей далее заходим наш obs нажимаем настройки общая вкладка нас интересует здесь принципе все на ваш вкус так первая значимая вкладка трансляция и так если мы стримим на twitch выбираем соответственно сервис twitch сервер здесь можно выбрать автоматически но я не рекомендую сейчас я покажу вам как более грамотного выбрать здесь можно подключить наш аккаут либо твича либо ютуба я не подключаю просто вставляю ключ как получить ключ нажимаем получить ключ открывается наше окно твича копируем вставляем у нас это особо пока не интересует нас интересует как выбрать сервер нам нужна программа под названием twitch тест ссылочку я оставлю в описании открываем ее вставляем сюда ключ наш твича можно нажать сюда get key открывается опять на складка ключом трансляции нажимаем копировать вставляем выбираем регион где мы живем ставим галочку европа нажимаем старт соответственно программа делает запросы до различных серверов твича которые находятся в разных странах соответственно нас интересует платка ртт то есть пинг до этого сервера выбираем сервер с минимальным пингом у меня по моему стокгольм 14 пинг до туда миллисекунд делаем пару тестов выбираем минимальный у меня это стокгольм мы теперь поняли что стокгольм нажимаем сервер выбираем стокгольм либо какой у вас там ключ трансляции получить вставляем обязательно ставим галочку не следовать ограничениям накладываем потоковым служим иначе все настройки которые мы будем вводить выводе сама платформа сделает их под себя сделай допустим битрей 6000 мы здесь поставим 7 900 тыч он сделать 6000 то есть он ведет стандартные параметры допустим для твича либо для ютуба соответственно обязательно ставим галочку если мы хотим добиться идеального качества и максимально контролировать настройки нашего изображения на стриме для ютуба выбираем youtube рт мпс сервер здесь получается видим четыре сервера вот это основные первые два при море и backup это основные сервера там протокол идет рт мпс это новый протокол там супер защищенности проблемы при выборе этих серверов то что после 6 вечера они стабильно вылетают то есть не они а вылетает ваш стрим либо не дает вам запустить стрим вообще либо не дает выставить битрейт нужный поэтому последнее время стримлю на при море legacy рт мп то есть это также сервер ютуба только с протоколом шифрования данных рт мп это вроде как старый это протокол но на нем вылетов нету выставляется нужный нам битрейт все работает отлично поэтому сейчас вылет и проблемки это меняйте сервера но я стримлю на рт мп и все ништяк при море также ключ потока нажимаем получить ключ открывается наша творческая студия сейчас она откроется youtube не такой быстрый да как ты вечно ладно в общем загружается наша творческая студия вкладка ключ трансляции копировать а баба вставляем ключ потока сюда от ютуба теперь вкладочка вывод режим вывода ставим расширенный кодировщик выби выбираем венг это наша видеокарта также x264 вам не советую стримить x264 это через ваш процессор я как являлся обладателем 16 ядерного процессора принципе на twitch можно было стримить ну играть в игры невозможно было fps был очень маленький на youtube вообще смысла через процессор стримить не было вот выбираем венг управление битрейтом cbr это постоянный битрейт соответственно наша картинка не будет то сыпаться то становится нормально то есть битрейт не будет прыгать будет всегда стабильный 1 битрейт для вича указываем 7 900 это максимальный битрейт если у вас под лагию где-то можете поменьше после 6000 принципе достаточно для ютуба если full hd то ставим 13000 если 2k стрим у нас то ставим 18 все что выше смысла никакого нет youtube все пережимает и делает из ваших там 50 тысяч те же 18 принципе я стримил с 30 40 битрейтом 1000 разницы никакой нет так вкладка интервал ключевых кадров здесь самый лучший параметр это 2 он подходит именно для прямых трансляций смысла ставить 0 нету 14 ничего не изменится как бы можете поставить 4 если у вас какие-то менее динамичные игры типа не шутеры какие-то стратегии и так далее возможно это увеличит качество картинки но вы этого не заметьте поэтому рекомендуемые параметры для отвечает для ютуба это 2 ставьте 2 не паритесь короче пресет правильно госпрессе пресет или присел ладно здесь ставим максимальное качество если у вас не сильно хорош видеокарта ставим качество смотрите чем это отличается максимальное качество здесь уже ваш поток в два раза короче кодируется соответственно нагрузка на вашу видеокарту и лично в два раза за счет этого чуть-чуть улучшается качество картинки если у вас не сильно хорошие железо ставим качество соответственно снижаем нагрузку на нашу видеокарту и в играх больше fps все ништяк профиль хай здесь стабильно ставим хай ними не без солен и так далее хай чуть больше дает возможности для сжатия видео предугадывания есть смысл ставить если вы стримите какие карты стратегии так далее ставим галочку предугадывания количество кадров можно поставить 4 если это не динамические игры стратегии если динамические то смысла в предугадывание нет убираем галочку максимальное количество кадра ставим 2 можем поставить один разницы никакой два самое оптимальное значение для шутанов gpu 0 это если мы стримим с двух видеокарт доставим один если с одной 0 вкладочка горячей клавиши нам не нужно ничего интересного вкусовщины расширены приоритет процесса здесь ставим средний либо выше среднего чем выше будет приоритет тем больше будет лагать ваша стрим соответственно ставим средняя если ваш компьютер отлично справляется с игрой никаких падений адских fps stream все плавно красиво ставим выше среднего и оставляем так кладка видео рендер директик 3d 11 ставим цветовой формат nv12 цветовое пространство 709 это базовое цветовое пространство на youtube точно знаю на твич не знаю ставлю всегда 709 полный цветовой диапазон чтобы видеть все цветовые диапазоны на стриме тут есть не полный там разницы на самом деле особо нет но лучше думать что у тебя полный цветовой диапазон поэтому оставь сюда полный сейчас покажу вам еще про пару параметров если у вас есть проблемы со стримом вылеты красный битрейт прерывания стримов и так далее привязать айпи здесь можно выбрать ваш айпи стандартный там он будет некоторым помогает это от вылетов ну вот эти параметры никак не влияют на качество картинки это помогает избежать вылетов неровного битрейда скачков и так далее динамический битрейт вот этот параметр он работает только на rtmp серверах и он показывал вот rtmp да вот эти два на новых он не работает на самом деле не советую оставить это бета-версия я много тестировал вместе с этой галочкой стример у меня часто стример стример стримил мне часто вылетали стримы без нее все стало отлично включить сетевую оптимизацию вот эта галочка мне помогает выставлять нормальный битрейт без этой галочки мой битрейт максимальный 10000 когда я ставлю эту галочку битрейт я могу спокойно выставить 18000 и красного квадрата потерь пакетов никаких нет поэтому если у вас проблемы с битрейдом ставьте галочку включите себе пастинг это какой-то защищенный протокол на самом деле что с этой галочки что без нее никаких изменений не заметила советую вам его не ставить потому что ну его нафиг хороший досвид не ставьте он нафиг ладно источник включить аппаратное ускорение галочку обязательно не ставьте иначе у вас просто начнутся геморрой с самим убесом будет постоянно лагать купить и короче все будет плохо друзья всем спасибо что досмотрели это видео до конца если у вас остались вопросы пишите комментарии всем отвечаю либо заходите ко мне на стримы стримлю на твиче на ю тубе ссылочки будут в описании всем до скорых встреч здесь был черник стайл всем хорошего настроения не болейте до скорых встреч пока а бога